12 мая на Патриаршем подворье в московской усадьбе Свиблова стартовал 6-й Всероссийский фестиваль короткометражных фильмов «Семья России». Работа авторитетного православного кинофорума началась с молебна в Сталинном Свято-Троицком храме, расположенном на территории подворья. Церемония торжественного открытия фестиваля собрала под открытым небом десятки участников и гостей, а также членов жюри, среди которых представители православного духовенства, заслуженные деятели науки и искусства, журналисты и директоры телерадиокомпании. Сразу после праздничного концерта, где прозвучала гимн фестиваля «Песня семьи России», участники из семи федеральных округов страны представили свои творческие коллективы и их работы, а также посадили привезенные с собой саженцы, которые со временем вырастут и составят памятную аллею. Я представляю здесь ростовскую епархиальную телестудию, которая привезла фильм «17 мгновений любви». И как финалист я привез с собой вот этот саженец каштана. Каштан – это символ Ростова-на-Дону и один из символов нашего благодатного юга. Мы верим, что здесь, в Москве, найдутся заботливые руки, которые укутают его на зиму. Этот каштан много лет будет напоминать о нашем визите и об этом замечательном фестивале. Спасибо. Спасибо вам большое. В завершении первого дня фестиваля участники побывали на экскурсии во ВГИКе, Всероссийском государственном университете кинематографии имени Герасимова, крупнейшей отечественной школе подготовки кинематографических кадров. Здесь они познакомились с дипломными работами выпускников университета, игровыми и анимационными фильмами на тему семьи, а также задали вопросы профессорам и преподавателям вуза. Два следующих дня работы фестиваля были посвящены просмотру и обсуждению вышедших в финал фильмов. Документальные, игровые картины, социальные ролики, клипы – всего около тысячи работ было представлено в нынешнем году вниманию жюри. Из этого множества только три с небольшим десятка творческих работ удостоились стать финалистами авторитетного кинофорума. Отрадно, что в числе победителей оказался и фильм телестудии «Дон православный», документальная кинолента «17 мгновений любви» о многодетной семье протерея Иоанна и матушке Надежды Иосяк, в которой родилось и воспитывается 17 детей. Радость, грусть, удивление, искренняя радость, а в завершении всего громкие аплодисменты. Вся гамма чувств зрителей пришлась на долю ростовского фильма, названного победителем в одной из номинаций. Родительское счастье введет фильм «17 мгновений любви». Ростов на дорогу! Кроме фильмов, клипов и социальной рекламы, в рамках фестиваля прошел конкурс на лучшую авторскую песню о семье, а также конкурс фоторабот, в котором наряду с фотографами-мирянами принимали участие священники приходских храмов. На шестом году своего существования фестиваль «Семья России» перебрался из Костромы и Галича в столицу Российской Федерации, город Москву. А потому и нынешний состав жюри был профессиональнее, и отбор работ для финала, соответственно, более строгий. Результаты проделанной работы, по мнению организаторов и жюри, вполне себя оправдали. Всероссийский кинофестиваль «Семья России» приветствует всех зрителей телеканала «Дом православный». Очень радостно, что на протяжении многих лет ваши коллеги принимают активное участие в наших конкурсах. И вы знаете, со второго кинофестиваля не было года, чтобы ваши журналисты, тележурналисты не были призерами нашего кинофестиваля. То, что мы делаем одно общее дело, безусловно. Но в чем специфика нашего кинофестиваля? Дело в том, что мы пытаемся привлечь внимание государственных и общественных структур к институту семьи, как к богозданному союзу мужчины и женщины о Господе. Очень отрадно то, что уровень работ, присылаемых на творческий конкурс, возрастал от каждого фестиваля. Но в этот раз он очень достойный. Я очень пожелал всем творческим работникам, всем людям, которые снимали эти фильмы, тем, чтобы планку эту они не снижали. И еще одна ценность фестиваля, что мы через эти фильмы узнаем о замечательных людях. В таких уголках, куда мы никогда не доедем сами. И видим, что вот есть хорошие, живые люди, есть замечательные семьи, есть прекрасные, такие трудолюбивые, неизбалованные дети. Вот поэтому впечатление всегда очень радостное. Фильм «Семнадцать мгновений любви», представленный Ростовской на Дону епархиальной телестудии «Дон православный», как и сама жизненная история его героев, получили на кинофоруме высокие оценки. Я считаю, что эта семья – наше знамя. Вот если бы так было по всей Руси, то у нас бы, конечно, никаких таких обычных наших, теперешних российских проблем не было. Роши – это именно на Донской земле, вот среди этих просторов, вот на берегах такой замечательной реки, вот произрастает такая замечательная семья, дивное такое явление. Я думаю, в Европе немного таких семей. Если уйдет духовно-религиозная основа семьи, институт семьи потеряет свое предназначение. Как показать, что же это такое благочестивая семья? Я думаю, даже ваш фильм, который номинируется в этом году, «17 мгновений любви», – это ответ на этот вопрос. Мне лично нравится этот фильм, который рассказывает о батюшке Ростовском. Дай Бог ему здоровья, передавайте ему огромный привет и всем зрителям вашим пожелания, любви, радости и счастья. В рамках фестиваля также прошли мастер-классы, круглые столы, которые провели именитые сценаристы, режиссеры, кинооператоры. Церемония вручения Гран-при кинофестиваля состоялась 15 мая в Синодальном отделе по взаимодействию с силовыми структурами Московского Патриархата. После благодарственного молебна в Свято-Вознесенском храме Гран-при 6-го Всероссийского кинофестиваля короткометражных фильмов «Семья России» получил фильм москвички Елены Печкуровой «В семью» об установлении детей с отклонениями в развитии, находящихся в социально-медицинском учреждении. За шесть лет работы фестиваля, творческие работы студии «Дон православный» пять раз становились победителями в различных номинациях этого престижного отечественного кинофорума. Нынешняя лента ростовских документалистов «Фильм «Семнадцатый дневник любви» убедительно продемонстрировал, что у коллектива ростовской «Надуну» и пархиальной телестудии достаточно свежих, неординарных идей тем, что позволит и в будущем принять участие в творческом состязании православных авторов.